Я продолжаю свой рассказ, и сегодня, как вы уже поняли, у нас много разговора об оркестрах и о дирижерах. И ненадолго придется нам вернуться в Россию. Дело в том, что многие дирижеры, замечательные дирижеры, Россию покинули. Те, кто в ней остался, то ли работают, то ли нет. В общем, не совсем понятно, как дальше будет развиваться обстановка. Валерий Гергиев работает и собирается открывать новый сезон в Мариинском театре в сентябре. Они уже прислали расписание спектаклей, концертов. Но молодое поколение, вот у них очень сложная ситуация. И в последние несколько лет я регулярно встречала в текстах российских критиков имя Валентина Урюпина, которого вообще все называли просто главной надеждой России. Он, ему сейчас 37 лет, он замечательно работал в Перми, когда там был Курентис, работал много с Мюзика Аэтерна, много дирижировал. Он в свое время учился в Московской консерватории дирижерскому мастерству у Геннадия Николаевича Рождественского, что тоже о чем-то говорит. Кроме того, судя по всему, он действительно исключительно талантливый человек, потому что начинал он на самом деле как колорнетист. И в качестве колорнетиста он успел победить, получить золото 20 международных конкурсов. Это уникальный совершенно пример. Но явно ему колорнета было недостаточно. Вот почему он после Центральной музыкальной школы начал заниматься серьезным Московской консерваторией, дирижерским искусством, дирижерским мастерством. И у него он накопил достаточно большой опыт. Он работал и в Камерном театре Покровского. Его спектакли очень и очень хворили. Он, кстати, и в Европе уже начал выступать. Но, к сожалению, его имя за пределами России не так хорошо еще известно. В 1921 году он получил очень важное назначение. Стал главным дирижером Колобовской новой оперы. И на это возлагались феноменальные надежды. У него были большие планы. Он успел еще в 1921 году, в начале сезона 1921-1922 года, их кое-что осуществить. В частности, он поставил практически неизвестную в России оперу Корнгольда «Город мертвых» или «Мертвый город». И, в общем, планы были большие до тех пор, пока только что, буквально несколько дней тому назад. Он обратился с письмом к коллективу новой оперы, которым сообщил, что вынужден уйти со своего поста по личным обстоятельствам. Никто не питает никаких иллюзий. Его ушли. Потому что с самого начала Урюпин не скрывал того, что он осуждает войну России против Украины. и на Фейсбуке писал. Может быть, не самые воинственные выступления у него были, но его позиция была абсолютно ясна. И, может быть, его наивностью объясняется тот факт, что он... А, может быть, просто вот смелостью. И надеялся он, наверное, что его, ну, может быть, оставят все-таки в покое, дадут ему работать. Он, в конце концов, дирижер, он не политический деятель. Нет, не дали. Не дали. И в начале, буквально в канун очередного сезона, новая опера осталась без своего главного дирижера, без руля и без витрил. А не удастся осуществить многие концерты, запланированные с другими оркестрами, с большим театром, например. В общем, Россия пожирает своих детей. Я не думаю, что Урюпин пропадет. Я надеюсь, что он найдет работу за рубежами России. И мы его рано или поздно услышим. А сейчас мы послушаем, как он несколько лет тому назад дирижировал оркестром пермским, а тогда еще оркестром мюзика Этерна, пасторальная симфония Бетховена. Дайте нам, пожалуйста, эту запись. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Те, кто удивлен тем фактом, что музыканты стоят, да, мюзика Этерна с самого начала Курентис настаивал, чтобы они играли стоя. Чувствую, что таким образом они больше концентрируются, не расслабляются, большая интенсивность музицирования. Ну, для Бетховена это, может быть, и не так плохо, хотя это не самая маленькая симфония его. А вот для какой-нибудь там гигантской симфонии Малера или для седьмой симфонии Шостаковича это тяжелое испытание. Но музыка Этерна, хорошие музыканты, они выдерживают. Что с ними теперь будет сказать трудно. Мне кажется, что Курентис их просто вывез в Европу, и сейчас они выступали на Зальцбургском фестивале, а потом, как я вам уже рассказывала, он организует оркестр под названием «Утопия», то есть новый оркестр. Как бы не знаю, кто будет ему помогать, в конце концов, русские олигархи, по-моему, все сохранили свои или частично сохранили свои миллиарды, или какие-то другие найдутся спонсоры. Факт тот, что музыканты, скорее всего, найдут себе применение вот в этом новом оркестре. Ну, а мы сейчас послушаем, как Валентин Урюпин все-таки выступал как кларнетист. И это фрагмент из концерта для кларнета композитора по имени Жана Франсуа. Дайте нам, пожалуйста, этот маленький фрагмент. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, во всяком случае, вы поняли, что он действительно замечательный кларнетист. Записи его есть на Ютубе. Посмотрите, послушайте. Это чистое наслаждение. И, правда, в последние годы, когда его карьера дирижера пошла вверх и отнимает у него теперь очень много времени, он резко сократил и практически не выступает как кларнетист. Но сейчас, вот, может быть, он вернется и к кларнету. Хотя, повторяю, у Валентина Урюпина большое будущее, как у дирижера тоже. И, может быть, он будет помогать Теодору Курентису в его новом оркестре «Утопия». Не знаю. Посмотрим. Говоря о Европе, Opera Vision. Opera Vision по-прежнему нам всем помогает узнавать новые европейские театры, уголки и новые фестивали. И я, например, не имела никакого представления о том, что в Англии существует так называемый английский байрейт. То есть фестиваль, оперный фестиваль под названием Longborough в глубине Англии, это примерно полтора часа на поезде от Лондона среди лугов и полей прекрасное поместье, которое принадлежит супругам Грэм, большим поклонникам оперы. И в девяносто первом году они решили там начать проводить оперные спектакли, устраивать оперные вечера, потом получились спектакли, постепенно это предприятие стало разрастаться, появились более серьезные режиссеры, появилась возможность приглашать более опытных, хороших певцов. И в 2013 году здесь впервые в этом месте полностью исполнили тетралогию Вагнера кольцо Небелунга, потому что супруги Грэм большие поклонники вагнеровской музыки. Вот почему назвали английский Байретт. Успех был огромный, публика начала приезжать со всей Европы, и в 2019 году они решили поставить новое кольцо Небелунга, новую постановку, новые исполнители, все заново. Но, конечно, это такая гигантская работа, что сразу все четыре оперы не поставишь. Ну, по кусочкам. И в этом году как раз пришла череда третьей части этой тетралогии оперы Зигфрид. Напомню, в начале пролог Золота Рейна, потом Валькирия, потом Зигфрид и в конце Гибель Богов. И в 2024 году они собираются полностью представить все четыре оперы в одно лето, что очень непросто. Есть театр на этой территории, прелестный старый театр на 500 мест, что делает исполнение вагнеровских опер, да и любых других, делом очень интимным, я бы сказала. Но 500 мест это как раз то, к чему привыкла публика в 19-18 веке. И это облегчает, конечно, усилия певцов. Хотя надо петь все равно очень-очень хорошо, только кричать не надо, стремясь перекричать оркестр. Так вот, эта опера Зигфрид, эта постановка теперь есть на нашем любимом сайте Опера Вижн, и она будет доступна до февраля 23-го года. Так что в любое время можете включить YouTube или на Опера Вижн пойдите, кликните и посмотрите. У нас есть очень интересный фрагмент из первого действия. Напомню, Зигфрид, герой этой третьей части, это как бы тот герой, который должен спасти мир. И мы его впервые встречаем в начале как раз этой оперы таким подростком хулиганом, который вырос в глуши, воспитал его мимо один из двух нибелунгов, один из карликов, так сказать, там их двое, Альберих и Мимо. Мимо нашел младенца и вырастил его, а он был, Зигфрид был сыном Зиглинды и Зигмунда, Зигмунд был погиб, но Зигмунд был сыном Вотона, то есть наполовину божеством. И Вотон, дал ему волшебный меч, который он, правда, во время битвы сам же и разбил. Но обломки этого меча оказались вместе с младенцем Зигфридом. И это не случайно. И вот в том фрагменте, который вы увидите, Мимо размышляет о том, что вот Зигфрид вырос, он силен, он может победить дракона, у которого хранится золото, он может завладеть миром, но нужен меч, а он мимо не может сковать из этих обломков тот меч, который нужен молодому Зигфриду. Давайте посмотрим и послушаем фрагмент этого монолога. Зигфриду. Зигфриду. И это есть то кемикс кешмид и кешмид кешмид и кешмид и кешмид и кешмид Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это ведь тема дракона, который хранит золото ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете пропустить что-то Интернет нам очень помогает Хотя, как показывают последние исследования Он мешает заполняемости залов Об этом недавно писала газета New York Times И эту тему мы обязательно с вами затронем В одной из моих следующих передач У меня есть что по этому поводу сказать Но времени сегодня у нас осталось не так много А я хочу, я вам обещала, что мы пойдем с вами на юбилей Юбилей Джона Уильямса Который состоялся в эту субботу В прошлую, вернее, субботу В Тенглвуде Джон Уильямс всем хорошо известен Как очень плодовитый И очень яркий, талантливый Автор музыки для Голливуда Он работал со Стивеном Спилбергом Он писал музыку к Челюстям Он писал музыку к Звездным войнам Он писал музыку к списку Шиндлера И много-много других Индиана Джонс Это все его музыка Он, кстати, сейчас, хотя ему исполнилось 90 лет Пишет музыку к пятой части Индианы Джонса Молодец! Но оказывается, что с Тенглвудом И вообще с Бостоном У Джона Уильямса особые отношения Дело в том, что в 1979 году Бостон Попс Мы знаем, что это был симфонический оркестр Который к тому времени существовал около 50 лет Под управлением Артура Фидлера Но в этот момент он оказался без главного дирижера Артер Фидлер был уже стар Был болен И действительно, он вышел в отставку Через два месяца скончался А надо было срочно искать нового главного дирижера Для этого, в общем-то, симфонического оркестра Который просто исполнял, ну, немножко другую музыку Не симфонии Бетховена и Малера А вальса и Аганна Штрауса, скажем так Но, тем не менее, это был серьезный И до сих пор остается вполне серьезный Основательный, хороший симфонический оркестр За что мы его и любим Что было делать? Как было? И начали искать И тут Андре Привин Который работал с бостонским симфоническим оркестром довольно много И, по-моему, тогда он даже был главным дирижером Он рекомендовал Джона Уильямса Сказал, потому что он его знал по Голливуду И знал, что Джон Уильямс превосходный знаток симфонического оркестра Знает каждый инструмент, понимает каждый инструмент Понимает, как они вместе работают Дирижирует записью всех своих кинопартитур В общем, мастер 40 партитур уже было за его плечами Он был уже очень известен Зачем ему было идти в Бостон Попс? И тогдашний генеральный менеджер Бостонского симфонического оркестра Который отмечал и за Бостон Попс тоже Поехал в Лондон Где Уильямс там работал И уговорил его Короче, Тенгл Вуд праздновал Джона Уильямса Закончим фрагментом этого юбилея Покажите нам, пожалуйста Он дирижирует «Звездными войнами» В этом концерте участвовали Йо-Йо Ма, Ицхак Перлман, Джеймс Тейлор, Брэдфорд Марсалис И многие-многие другие Вот Джону Уильямсу 90 лет И он большой молодец Дирижирует очень хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА